МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям. И нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель. Максим Горький Огромный жизненный опыт за плечами героя нашего повествования. Афанасий Николаевич Фучеджи. Всю свою деятельность, всю свою энергию, всю свою жизнь он посвятил благороднейшему труду – работе на земле. Работе с тружениками земли. Как председателю колхоза ему удалось сплотить вокруг себя единомышленников и профессионалов своего дела, использовать новые возможности для развития сельского хозяйства, успешно решать государственные задачи. Колхоз «Маяк» в селе Кирсово был одним из лидирующих хозяйств в Советской Молдавии. Афанасий Николаевич пользовался заслуженным авторитетом не только в селе, но и в районе. Народная поддержка стала стартом деятельности в качестве депутата Верховного Совета Гагаузской Республики, а затем Народного Собрания Гагаузии. Я, как заместитель председателя Народного Собрания, отвечал за работу исполкома сельских советов на местах. Меня утвердили, как обязательно присутствовать на каждой сессии, какие вопросы будут размахиваться. Поэтому я знал депутатский состав сельских советов по Гагаузии в целом, начиная от Копчака и кончая этим самым дизгинжой. Предприимчивый, требовательный, справедливый. Таким руководителем запомнился Афанасий Николаевич. Его энергия, умение найти подход к людям давали колхозникам возможность поверить в успех. В агрономии анализировал, просчитывал разные варианты. Занимался внедрением новых сортов, назимых культур, яровых культур, кукуруза разная, гибриды. Наши отечественные, заграничные, французские, югославские, американские гибриды внедрял сорта белоцерковской пшеницы под Киевом, белая церковь. Из Запорожья завозил семена, из Бельс завозил семена, из Краснодара завозил семена, внедрял новые сорта. Это была моя стихия. Это человек, который всегда был в работе, всегда. Ну, конечно, семья, дети, любимая жена, все это понятно. Но, знаете, такое впечатление было всегда, что для него работа все-таки была впереди. Не важнее, но впереди. И я помню одну историю, годика три был моему братику, радиоточки стояли в каждом доме, и была такая традиция в колхозе, что раз в неделю председатель колхоза со специалистами выходил в прямой эфир и рассказывал колхозникам, что происходит, какие дела в колхозе происходят. Ну, и я помню, как сейчас братишка прислушался к тому, чей голос идет из радиоточки, потом на маму большие глазища. Там папа? Да. И у ребенка начинается истерика. Папа там, как он оттуда выйдет? Вытащите его оттуда. Я соскучился по папе. Эту историю мы долго потом вспоминали. Афанась Николаевич Фучиджи родился в семье трудолюбивых крестьян 26 октября в 1935 году в селе Кубей, Украина. Я там родился, там родились все мои предки. Мой отец Фучиджи Николай Николаевич, мой дед Фучиджи Николай Васильевич, мой прадед Фучиджи Василий Николаевич. Я только прадеда не помню, потому что он умер в 1905 году. Тогда даже отца моего не было еще на свете. Но дед Николай многое рассказал. И его мать, это баба Рада, это жена этого прадеда нашего. И особенно мне многое рассказала баба Тудорка. Это младшая сестра моего деда Николая. Она 1900 года, родительница века. Прожила 85 лет. И я бываю у них в гостях, когда она приезжала к нам. Меня интересовали мои корни, прошлые и так далее. Ну, я спрашивал, расскажи, каким был твой отец? А ее отец это Фучиджи Василий Николаевич. А, той беший Гулям Челяк. И я даже Челяк беший. Он был под два метра ростом. Вот таким он был. И попал на службу. И даже указом Александра I 1825 года все переселенцы из Болгарии, они получили статус колонистов, как и у немцев. Статус колонистов. И были освобождены на 50 лет от призыва в армию. Раз. На 50 лет освобождались от всех видов налогов. Излишки. Еще при царском проекте в селе был построен большой зерносклад. И излишки люди носили там. Сдавали зерно. Получали деньги для мелких расходов. Рассказы о жизни предков и их скитаниях переходили из уст в уста следующим поколениям. О прадете Василия Николаевича известно, что в 1870 году его взяли на службу в морфлот. Тогда призывы были в 20 лет. Призывали в армию. А в морфлот служили 5 лет. Вот он отслужил эти 5 лет. Вернулся домой. А с ним вместе строились два его младших брата. А его отец хоть и же Николай вот что никто мне не сказал потому что никто не помнил никто не знал убедил его что надо пойти служить по контракту. Потому что деньги нужны чтобы завершить строить дом. он что решил жениться привел невесту и начали строить дом а он пошел служить по контракту. Зарабатывал деньги и присылал и построили дом. Вот так пошел наш род в селе Кубей. Основатели села Кубей обосновались на месте поселения Ногайских татар с одноименным названием село Кубей Червоноармейское самое большое село Одесской области. Оно было центром торговли ремесел и культурной жизни южной части Буджака. Но маленьким кубейцам конечно больше нравились овраги и широкие степи. Здесь проводили свободное время. Отсюда начинался самый интересный путь путь в жизнь путь к неизведанному. В 1942 году маленький Афанасий в семье его звали Начо. Идет в школу. Мне на 1 сентября не было 7 лет а в школу брали в возрасте 7 лет. И меня не записали. Ну я в слезы. А с кем я буду играть? Всех моих друзей они были 34-го, 33-го года. Даже девочки те были понимаешь кто-то 35-го но родились до 1 сентября 42-го года. Ну, отец берет меня за руку 1 сентября уже и ведет меня в школу к директору. И дома он меня готовил значит придешь ты правильно поздоровался с директором придешь скажешь Буназива домнул директор он тебе ответит может он тебе задать вопросы как тебя зовут сколько тебе лет ты должен отвечать на румынском языке и то ли удачное посещение было они с моим отцом нашли общий язык отец служил когда-то в румынской армии служил в артиллерии а директор он получил ранение на фронте в 42-й год война служила поэтому они нашли общий язык стали говорить какие виды артиллерийских орудий и так далее ты освоил ну отец там все это называл поэтому они нашли общий язык и он одобрил что я тем более что я отвечал на его вопросы по-румынски он позвал уборщицу та пригласила классную руководительницу домну Мария ее звали и он ей объяснил как-то астерфил Луи Николай Николаевич луи домну Николай вот боято в расе в сыноватском школе и потом Луасов он класс аду не у вас и она меня отвела к себе в класс я как зашел а там три ряда парт по пять парт в каждом ряду это 15 парт на каждой парте по три человека сидят и когда зашла учительница они встали а так я вздрогну в семье говорили на болгарском языке в школе на румынском учеба нравилась появились новые друзья однако над безоблачным детством нависла грозовая дуча в августе 44-го прошел фронт эти события яско-кишиневской операцией отчетливо засели в памяти восьмилетнего начо немцы отступали румыны отступали фронт шел лавиной самолеты понимаешь как тучи этих ворон кружили понимаешь и прогнали всех до единого все ушли до самого прута и там остановилась Красная Армия там остановилась тогда был предъявлен ультиматум Румынии тогда был королем был Карл Михай потому что мы учили стихотворения на румынском языке про Карла Михая пели песенки там и так далее были стихотворения про этого маршала Антонеску его славили в те годы в Румынии что он вот такой боевой генерал и так далее боевой генерал адрапал понимаешь впереди всех это точно ну стрельба закончилась мама говорит мне иди вишко правят дяду костово тамутяш это дяду Митю это отец моей матери я иду по нижней улице потому что по верхней улице там страшно было ходить там и ямы от взрывов снарядов бомбы и так далее а нижняя улица дохожу до следующей улицы перекресток а там стоит трактор я его как-то запомнил и потом когда мы уже в сельхозе учились мы изучали лансбульдог трактор вот колесный трактор железные колеса рядом лежит убитое кобыло и жеребенок сосет маму там убитое потому что видно кровь понимаешь я как посмотрел и бегом до дяды митя и рассказываем так и так на том перекрестке вот этих их по уличному назвали Бурлаковти их фамилия Гетман а по уличному их назвали Бурлаковти там убитое кубило лежит и кулин суч сосет жеребенок сосет и дед возбудился быстро оглянулся туда-сюда пояс а эти кушак красный пояс а пояс на месте и бегом туда он подошел взял жеребенка перевязал его а мне говорит возьми палочку и сзади будешь подгонять и гонит к себе домой потом из этого жеребенка такая кобыла выросла сразу после фронта по селу начали снова записывать детей в школу и снова в первый класс почти в девятилетнем возрасте теперь же учеба шла на русском языке после пятого класса все кто старше чем тридцать пятый год перевели в вечернюю школу и они досрочно быстро закончили всем классом их забрали в армию всех потому что в армию надо было иметь грамоту уметь читать потому что там будут учить военные уставы будут изучать и так далее люди с удовольствием это делали поэтому наши классы немножко поредели уже в шестом классе вместо сорока человек нас оставалось где-то человек тридцать примерно остальные все ушли из нашего класса учеба давалось легко в седьмом классе возглавил комсомольский отряд и так до десятого класса в числе активистов комсомольцев в селе после страшной голодовки зарождалась новая жизнь многострадальная безарабская земля нуждалась в восстановлении и реанимации село колхозы помогали государство помогали построили спортзал школа большая летом еще на улице а зимой где заниматься и пришли к выводу следсовет дал добро разобрали зерносклад который строился еще при царской России для сбора зерна излишних зерна а в сороком году было сильное землетрясение 8 ноября сорок сорокового года прошло сильное землетрясение наша церковь то же самое успение святой богородицы она потрескала дело в том что были допущены там где церковь начали строить там был старый старый оползень село так на буре старый оползень и на этом оползне древний оползень построили эту школу и это землетрясение как начало трясти грунта внизу рыхлый он сверху там утрамбованный школа ну чуть ли не пополам понимаешь на одну сторону на другую сторону и потом эти сами потрескали стены в другом месте там где-то один большой колокол упал церковь были вынуждены закрыть временно пока не отремонтировали отремонтировали заделали щели и начало опять церковь потом опять было какое-то землетрясение то же самое повторилось а во время войны проходили это же дорога Измаил Болград и дальше дорога вела понимаешь на Белград Днестровска там уже переход через зеленедорожный мост автомобильный мост на Одессу и дальше передвигали тяжелую технику немцы румыны потом шло наступление советской армии опять передвигалась эта церковь опять и пришли к выводу что церковь надо разобрать разрешили верующим забрать все атрибуты иконы что там в алтаре есть окна двери даже забрать придет время построим новую церковь так по-хозяйски отнеслись а весь материал там котелец бутовый камень это забрали и построили в селе на место зерносклада построен еще в русское время построили новый спортзал это такое было событие знаменитым в селе высокий спортзал волейбол мы там играли зимой баскетбол там играли зимой там были турники там были брусья там были эти конь козел и так далее даже мини-футбол играли позади десятый класс Афанасий Николаевич стоял на пороге взрослой самостоятельной жизни его и приятеля Петю Буекли записали в кандидаты на поступление в военное училище Николаевское авиаминно-торпедное училище когда нам рассказали что мы будем летать на самолеты что у нас будут пушки и мы будем бить по кораблям минами торпедами и так далее и мы воспрямили духом я пришел домой рассказываю отцу вот такое предложение ну что могу искачить конечно хочу и Петька тоже самое дома тоже родители одобрили а потом к нам из цельхозинститута приехал ну представитель из администрации института приехал с большими плакатами показывать эти учебные корпуса показывать как ученики занимаются показывать военную кафедру в подвале была военная кафедра классы для обучения там пулеметы там понимаешь автоматы уже не только винтовки уже видно АК 47 Калашникова 47 года выпуска и он нам столько рассказал вы закончите кафедру вам присвоят арсевские звания вот мы все возбудились и 7 человек пацанов мы подали свои аттестации уже дали согласие что отправили туда свои аттестации зрелости в том что я отправил военруку школы решение юноше не понравилось но против воли не пойдешь ребятам пришли извещения и вот настало время отправляться на учебу это было в 1954 году Кишинев постепенно восстанавливался после военных действий чемодан ставили на вокзале прибыли я как увидел этот институт я его видел на картинках такая красота это когда-то еще при царское время строился этот корпус когда мы увидели уже свой корпус мы так восхищались какой хороший корпус у нас на агрофаке было 8 человек на место на плотфаке было 14 человек на место там принимать надо было у нас надо было принять 100 человек студентов а там 75 человек поэтому там за тысячу было Афанась Николаевич вспоминает как сдавали вступительные экзамены одним из них был русский язык и литература мы будущие агрономы сдавали устный экзамен русская литература русский язык и литература устная мы сдали все на пятерки следующий экзамен физика сдал я на четверку он хотел мне пятерку поставить и задает мне вопрос в учебнике физики на 23 странице примерно внизу мелким правом углу мелким шрифтом написан какой-то закон по физике я так посмотрел что я буду читать перелистываю иду дальше он мне задает вопрос я опешу он видит что у меня в аттестате четверка но хотел мне ставить пятерку если я отвечу на этот вопрос значит он поставит мне пять мне потом объяснил в конце когда уже поставил четверку я говорю этот закон написан на такой-то странице мелким шрифтом на правой странице внизу в правом углу только за то что вы сказали правду я оставляю вашу оценку четверку которую вы получили в школе и началась студенческая жизнь он один из 30 человек в группе сдал на отлично все экзамены после первого курса хорошо запомнил не только преподавателя ботаники немку но и название растений на латыни кукуруза зея майес пшеница тритикум дурм тритикум бульгарис подсолнечник гелиантус анус я до сих пор помню эти названия латинские лабор ист эст ипсе волюм пас что означает труд уже сам по себе есть наслаждение а на втором курсе познакомился с новой студенткой Люсей Лопатиной с тонкой талией раскосыми глазами умница и красавица однако скромному студенту было не до ухаживания как раз начались занятия а потом практика их группу отправили в Григориопольский район в село Карманово собирать селки собирать комбайн собирать плуги и так далее все дисковые ущельники все это потому что три дня шел дождь и потом уже начались практические занятия сельщиками нас поставили прицепщиками освоили всю эту работу а потом трактористами я попался на Натик такой паршивый трактор был он заводился рукояткой работал на керосине и имел привычку часто глохнуть и потом начинаешь крутить его а у кого были попали тракторы ДТ-54 это дизель на дизельном топливе пускач все были очень довольны кто-то попал на колесные трактора Томса Лопатина попала на колесный трактор Универсал надо было сдать вождение мы все сдавали вождение на тракторах я как посмотрел девочка крутит баранку руля трактора остальные подбежали и обрели и обрели она закончила пошла доложила студентка Лопатина упражнение закончила потом нас послали разбивать тогда в сад гигант закладывался в Приднестровье сто тысяч гектаров надо было заложить и нас студенту главный агроном этого совхоза Карманова она нас взяла пять пацанов вернее четыре пацана и кратерия взяла она да спрашивала кто из вас работал на теодолите Лопатина поднимает руку я работал с теодолитом мы разбивали сад в учебном хозяйстве где мы проходили практику сюда а потом взяли старостную нашу группу Мишка Молдаван он с города Рыбнистр взяли меня Рослова взяли Анна Пренко еще выше меня Ростом в общем четырех пацанов взяли и мы делали разбивку выдущего сада она нам показала схему вот схема вот согласно схеме все делаете лопатина на теодолите рукой показывает право значит надо вешку чуть право сдвинуть рукой покажет лево чуть-чуть влево сдвинуть и так каждую клеточку каждую клеточку каждый рядок все разбивки мы делаем нам оплатили за эту работу хорошие деньги влюбленные влюбленные долго не раз думали уже на пятом курсе решили пожениться 8 ноября в 1958 году сыграли свадьбу а в 59 уже защитили диплом диплом ученого агронома растений тогда же был направлен главным агрономом в Чемишлийский район села Ченак я прихожу в обед в правление колхоза колхоза назывался путь коммунизма Чемишлийского района это 13 километров двора и центра вот село Ченак да село Ченак захожу в Кантово в правление колхоза Владимир Николаевич вам звонили из Кищенева и просили чтобы вы обязательно позвонили я набрал телефон ну там набираешь телефон станции телефонные станции а там уже соединяются да и дальше номер телефона все набираете телефон подняла бабушка Людмила Николаевна алло я вас слушаю говорите громче ну старушка она 1883 года рождения в 59 году вот считай сколько ей было за 80 за 90 что ли ей было уже вот что случилось бабушка поздравляю тебя внучек поздравляю девочку родила твоя милая брокко оделы ну так ну шутя хорошо бабушка я сейчас говорю приеду сейчас я приеду я сажусь на бедарку иду домой переодеваюсь снимаю рабочую свою робу вот август август месяц идет уборка колоссовых еще не закончили комбайну было мало в то время приезжаю 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 в райцентр ну показала она мне дочку нашу Ирину первое что я спросил какие у нее глазки я заказал чтобы были глаза голубые волосы чтобы были русые такой заказал она показывает глазки голубые волосы а у нее нет волос еще а когда будут волосы не знаю наверное потом будут волосы ну мы смотрим на часы уже понимали где-то полчаса там побыли поболтали вот а как ее назовем я спрашиваю а я уже ее назвала как а я прочитала помните был такой настенный календарь отрывные листочки и на обратной стороне там про девочку Иринку прочитала прослезилась такое красивое имя у меня сестра Ирина у меня крестная Ирина я одобряю это имя потому что у меня и крестная Ирина и у меня сестра Ирина все и она стала Иринкой трудовая деятельность Афанасия Николаевича в селе Чинак продолжалась 5 лет было нелегко трагедию которая случилась с тогдашним председателем колхоза трудно забыть там произошла страшная трагедия после наряда наряды проходили вечером писать про его наряды и главный бухгалтер попросил зайти в бухгалтере надо подписать какие-то бухгалтерские документы завтра я должен отчет сдать и дам заявку получить финансы чтобы расчитать людей за первое полугодие заходит да, все вышли я оставил бригадирополь переводову учетчику помощнику бригадира оставил вот в кабинете председателя подробно понимаешь наряде не буду же говорить что делать на том поле что на этом поле все бригадиры поняли минут через пятнадцать я закончил слышим в коридоре топон гул крик что случилось все выскочили смотрим выводят председателя колхоза Анатолий Емельянович выводят под руку он руками не рисует его ведет медсестра заведующий папу вот начинали спрашивать машут руками рядом машина посадили его в кабину рядом с ним села сестра если плохо что там еще было вот так случилось спустя два года Афанасия Николаевича выбрали председателем колхоза хотя поначалу наотрез отказывался уж очень настойчиво предлагали из райкома и первое предложение практически в первые минуты должности председателя в это время заходит в завгаж Афанасий Николаевич водители хотят зайти к вам можно я смотрю на первого секретаря пусть заходят я закончу мы беседуем где-то с полчаса наверное водители попросили меня сделать мост чтобы возить зерно на станцию Камрад моста нет тонем никто мостов не строил потом за год моей работы уже председателем колхоза четыре моста построил капитальных мостов проявив профессиональное мастерство ведения колхоза Афанасий Николаевич направляют в село Кирсово оно напомнило родной Кубей где совместно проживали болгары и гагаузы он полюбил это село оно стало родным для его детей и внуков первое на что был сделан акцент приехав к Кирсово расформировать спецбригаду трактора мы были мы были в этом отношении примером для всей республики то что мы сделали вот такую реорганизацию спецбригаду мы сделали отдельно для обслуживания строительства колхоз вел большое строительство в те годы большое строительство строительство объектов социального значения шло высокими темпами первым крупным объектом стало строительство школы и спасибо Михаилу Штузову за первый год они подняли только первый этаж а дальше работать не могут нужен башенный кран а у Межхакостроя в нашем Камрадском нет а у меня был хороший приятель Окунь Эдуард Петрович он работал в ПМК 75 так называлась организация у него башенный кран освободился в Кагуле он там строил школу мы как-то познакомились партконференция была что ли сидели рядом и так доклад читают выступление и так далее а мы с ним беседуем понимаешь вот у меня такая беда Межхакостроя начал строить поднял первый этаж и дальше не могут ты имеешь такой есть у меня у меня кран освободился в Кагуле но я не имею права перебрасывать только с разрешения министерства моего министерства иначе меня выгонят с работы за самого правства я говорю туда поехали к Михаилу Ивановичу Штузову он же был председателем колхоза он где-то 9 лет работал здесь в этом колхозе передали по МК 75 и за 2 года завершили школу первый год только один этаж подняли а там же надо еще и спортзал строить и мастерские строить и котельную строить и подъездные пути строить и так далее и они значит первый год второй год подняли все три этажа и на третий год уже началась доработка штукатурки покраски малярные работы доделывания и так далее котельную построить спортзал построить столовую построить кухню там и так далее придумать это все последний завершающий год и 31 августа даже не 31 а 30 августа это было уже в 65 начали это 67 год 67 год вот я подписал акт приема школы в эксплуатацию грамотное руководство специалистов агрономов зоотехников инженеров механиков экономистов вывела колхоз маяк на лидирующей позиции по многим отраслям в Кирсово в конце 60-х шел строительный бум возводились магазины школьные корпуса гараж завершали строительство ремонтных мастерских Афанасий Николаевич был требовательным к себе и своим подчиненным не одобрял кабинетный стиль работы больше общался с простыми тружениками в одной из таких встреч зародилась идея строительства пионерского лагеря в одном из живописных мест на берегу озера там была когда-то бригада колхоза 28 июня и домик остался я проезжаю на бедарке там сторожем был один из гагузской стороны ну видишь что я проезжаю мимо я здороваюсь он отвечает и потом один один раз он меня остановил мне сказали что ты главный агроном что твоя фамилия Фучеджи а откуда ты такой Фучеджи у нас в селе есть и у гагузова есть и у болгар Фучеджи я говорю я села Кубей а Кубей знаю Кубей знаю я посмотрел он на меня повел показывает вот тут была комната бригадира вот тут комната где люди кушали эти под навесы понимаешь когда летом жарко на улице кушали вот и ленкомната как в то время водилась ленкомната я посмотрел и обсуждает на заседании это 64-й год на заседании правления обсуждает этот вопрос что надо строить где-то в селе где-то там я беру слово меня избрали уже членом правления в 64-м году в марте я приехал в начале марта в конце марта меня избрали членом правления бывший член правления Скакунова Валерий Сергеевич его забрали управляющим сельхозтехникой и место члена парткома место члена правления было передано мне ну кто-то провел эту операцию быстро поехал по бригадам а мы его знаем и его знаем и так избрали меня членом правления членом парткома на партсобрании избрали так прислушались к вашему предложению о строительстве так вот вот на звездное направление обсуждается я беру слово зачем нам думать где в селе размещать чтобы дети понимаешь ночью дома ночевали а утром понимаешь в школьных классах в классах делать пионерам без озера без свежего воздуха без прогулок и так далее и предлагаю там есть домик там есть подновес надо сделать кухню готовить кушать расширить подновес чтобы дети могли там питаться и строить домик временные домики понимаешь крытые шифером досками это же лето июнь июль август месяц и там три захода успели все сделать до окончания учебного года и кто же предложил тогда я забыл кто же предложил есть предложение назвать пионерлагерь имени Афанасия Николаевича я смутился только этого не хватало нет же огонек там орленок и так далее и вот слово орленок так и прошло сегодня это база отдыха для детей чайка пользующейся популярностью у девочек и мальчиков не только села Кирсова за высокие трудовые достижения Афанасий Николаевич трижды был награжден орденом трудового красного знамени а по итогам уборки урожая в 1973 году орденом Ленина за каждой наградой годы тяжелого и упорного труда особых заслуг и профессиональных успехов за каждой наградой своя история у нас ожидался в 1973 году богатый урожай зерновых культур пшеница ячмень горох и все остальные овеси и прочей культуры а комбайнов мало и я поехал тогда в этот Измаил мне подсказал один человек что там есть техника на продажу поехал на ихнюю базу на ихнюю базу измаильскую он мне сказал какие колхозы что имеют получать но они отказываются но я не имею права вам продать вы должны он должен купить у меня эту технику и продать ее вам мы так и сделали я поехал в село Каменка старое название Ташбунар село Каменка из майского района председатель колхоза мындру он потом стал героем соцтруда умнейший человек наш у него надой был уже тогда когда я был у него от 73-й год он надваивал уже 4000 литров молока с фуражной коровы а коровы такие же породы как и у нас черноперстые там красное степное и так далее такие породы он мне показал весь свой колхоз показал где орошаемые поля лицерны тысячу гитар лицерны а я поехал к нему чтобы купить через него комбайн да я тебе помогу как земляку а я что из майского измайльской области и он с измайльской области но потом эту область присоединили к адресу поэтому он считался измайльский район считался как областной он уже перестал это все политика насолить румынам они рассчитывали обратно вернуть Бессаравию в Румынию а тут измайльская область отошла к адресу вот так так что сказал вам товарищ да мне нужен подборщик копнитель это идет подборщик подбирает сено с волков уже просушенных волков и потом на что он их грузит и везет у себя там на стационар и там тюкует там делает тюки прессует это сено и продает колхозом продает кто желает тот частники желает колхоз равный нашему но у него денежный доход два раза выше нашего маяка в то время мы в 73-м году уже вышли понимаешь на 10-миллионные рубежи дохода а у него было 20 миллионов дохода за счет этого сена за счет семян люцерна он продавал люцерну 20 рублей килограмм когда пшеница стоила 12 копеек килограмм мы выращивали пшеницу и не можем такие доходы иметь а он семена люцерна понимаешь продает по 20 килограмм я пригнал этот комбайн ему отвез этот подборщик копнитель он доволен я доволен рассчитались по стоимости комбайна стоимость это все мы доплатили за комбайн у Афанасия Николаевича сложились хорошие хозяйственные связи с колхозами и предприятиями это весьма положительно сказывалось на обеспечении колхоза техникой и запасными частями такая дружба предполагала и взаимную выручку а как пригодились эти комбайны 73-й год мы получили 46 центнеров зерна пшеницы с гектара это рекорд по сегодняшний день рекорд никто не превзошел эту цифру колхоз 1 мая у него одна бригада у нас тоже была одна бригада и получала по 50 центнеров и у него одна бригада 1 мая но у нас 3 бригад и площадя побольше у нас трудовой путь Афанасия Николаевича тернист и нелегок 10 лет проработал в объединении механизации и электрификации сельхозпроизводства Камрадского района Сначала заместителем а потом представителем объединения механизации и мне пришлось эту технику после посещения Косыгина все раздавать обратно к колхозу все и маяк и все остальные получили где техника там работала там и вернулась обратно в колхоз Афанасия Николаевич говорит что создание объединения механизации было не самым удачным решением тогдашних чиновников тому свидетельство выезда по колхозам еду я уже днем захожу в колхоз представленным колхозом там стал бывший главный экономист Иванов Дмитрий Евграфович так его звали идем посмотрим как у вас идет уборка кукурузы днем и давай заходим заходим в поле я не пойду Афанасия Николаевич я не пойду а что такое я хочу еще жить что хотите чтобы мне дали по голове там с ума сойти оказывается там уборка идет до того как зайдут комбайны идет уборка подшатку и люди развозят по домам вот так восприняли эти объединения механизации когда я потом рассказывал нашим в объединении механизации в том что я первым скажу они все за голову взялись а что сделаешь люди берут свое возглавлял зернопром районное агропромышленное объединение мол цельхозхимию затем снова в колгосмаяк везде он проявлял себя как компетентный ответственный руководитель постоянно оказывал помощь и поддержку а еще он любящий дед внучка Виктория вспоминает как им с двоюродным братом доводилось с дедом бывать на работе и не где-то в кабинетах а на поле на фермах и мне и брату Жене обязательно это было такое счастье посмотреть на комбайны посмотреть на уборку посмотреть на этих коровок в стойлах это было вообще запредельные эмоции до сих пор и эта шляпа этот галстук каждое утро он собирался на работу невозможно представить дедушкин без шляпы шляпы а с кем вы его ассоциируете есть ли какие-либо определенные ассоциации моя стена вот если как с человеком ну вот с кем-то его сравнить невозможно вот ну когда я говорю мой дедушка вот сразу моя опора фундамент стена эти большие руки эти большие плечи рядом с ним всегда ощущение вот чувство защищенности и он задал очень высокую планку всем тем кого бы я хотела видеть рядом с собой вот так я никогда не слышала от него я устал я бы мне больно мне плохо я не смогу таких слов в словарном запасе нет никогда до последнего если он сказал я сделаю он делает Афанась Николаевич следит за новостями происходящими у нас и в мире отчего порой ужасается сегодня о краже миллиарда наслышаны все и никого не удивляет что виновные так и не наказаны а когда-то государственная и колхозная собственность считались священными и посягать на них никто не смел каждый грамм зерна знали откуда поступил сколько поступило и куда ушло сейчас мы ничего не знаем сколько уграли сколько продали сколько раздали и тогда 10 лет назад ушла из жизни его любимая женщина Людмила Николаевна все годы семейной жизни она была его правой рукой у меня родились и выросли двое детей моя дочь Ирина я рассказывал как она имя Ирина получила вот Валера значит это тоже жена придумала она когда ходила в положение Валер как шумит Валерка толкается родился и назвали Валерой сегодня Афанасий Николаевич по-прежнему занимается огородными делами читает смотрит любимые детективы он считает себя счастливым человеком рядом с ним всегда были очень добрые верные друзья такие же как он молодые талантливые с хорошим образованием такие же трудолюбивые я рада что они встречаются пусть редко но они находят хотя бы раз в год время для встречи и эта встреча всегда тоже очень долгая долгая всегда разговоры всегда какие-то воспоминания я от всей души хочу пожелать ну конечно и папе в первую очередь здоровья мы рады его слушать и рады быть с ним еще долго-долго здоровья ну и тем кто был рядом с ним в 60-е и 70-е годы чтобы они тоже не болели чтобы рядом с ними были их дети чтобы их любили помнили это поколение такое это золотое поколение жалко что время неумолимо к сожалению а мы иногда ленимся слушать и приходит иногда мысль что однажды придет время когда надо будет только вспоминать поэтому спасибо Катя что вы к нам пришли да спасибо что вы к нам пришли потому что этим людям есть что рассказать тем кто кому сегодня за 80 такая жизнь у них за плечами столько за их плечами и горя и радости им пришлось пройти и через войну еще и голодовку 46-47 года а 50-е годы а потом 60-е сложнейшие и может быть сегодня они немножко действительно растерялись в этом мире и надо их поддержать и быть рядом с ними поэтому еще раз хочу пожелать им здоровья чтобы они не были никогда одиноки чтобы рядом были с ними рядом с ними были их любящие их люди такого деда как у меня ни у кого нет он самый-самый и я знаю что с этим согласятся даже те кто его не знает только по одним моим рассказам начинаю рассказывать говорить что он был председателем колхоза как много он сделал для того места где я живу где я родилась где я жила и его сравнить невозможно с кем-то из современных деятелей политических он особенный не потому что он мой дедушка потому что он особенный он по-особенному говорит он по-особенному рассуждает у него и жизнь была особенная его все любят его все любили и даже те кто хоть раз его видел кто хоть раз приходил к нам в гости с кем я его знакомила ребята студенты из университета иностранцы они звонят не спросить как у меня дела они спрашивают как наш дедушка он наш дедушка он не мой дедушка это наш общий герой я горжусь я горжусь тем что я внучка Афнасти Николаевича хочу пожелать вот всем тем кто долгие-долгие годы трудился на благо нашей Родины малый и большой хочу пожелать им внимание внимание это то что им так не хватает просто посидеть чтобы кто-то посидел рядом с ними послушал их не важно о чем будут рассказы вот это внимание это так важно а мы это понимаем когда к сожалению уже поздно а моему красавцу моему любимому Афанасу Николаевичу я хочу пожелать здоровья и чтобы он еще очень-очень-очень долго его голос чтобы звучал и рядом и в телефоне не всегда получается вживую конечно но чтобы этот голос боевой голос командный чтобы он еще долго долго был рядом с нами у него два внука и два правнука к сожалению живут далеко но современные средства связи позволяют быть в курсе их дел и здоровья Афанасий Николаевич всегда радуется приходу гостей однако стали реже заходить друзья-товарищи оно и понятно проблемы со здоровьем все чаще сказываются но а так как только и Субтитры создавал DimaTorzok